Сегодня члены правительства республики отчитались о ходе реализации национальных проектов на повестке очередного заседания Совета по стратегическому развитию итоги работы ведомств, отвечающих за социальное самочувствие жителей региона. Что было сделано за уходящий год и какие приоритеты перед министрами расставил глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. У каждого из 12 национальных проектов есть контрольные параметры, на которые и должны ориентироваться региональные власти. Среди ключевых задач в работе правительства республики – рост инвестиций в экономику и снижение уровня бедности. Конечно, нужно открывать новые производства, высокотехнологичные производства, чтобы уровень производительности труда, конечно, был намного выше, чем средний по республике. И этот уровень позволит выплачивать соответствующий уровень заработной платы. Михаил Игнатьев отметил, что республика станет участником пилотного проекта, в рамках которого будут реализованы так называемые социальные контракты. Мы практически получаем уже 372,4 миллиона рублей на разные социальные выплаты. Это практически по четырем направлениям. Можно сказать, это в рамках социального контракта. Первое направление – это поддержка при трудоустройстве. Выплата в размере 10 134 рубля ежемесячно в срок не более 19 месяцев. Второе направление – по прохождению профессионального обучения. Выплаты в размере тоже 10 134 рубля. В период обучения – до трех месяцев. Оплата курса обучения – до 30 тысяч рублей. То есть затраты на стажировку сотрудников работодателям будут возмещать за счет бюджета. Еще одна задача пилотного проекта – поддержка малого бизнеса, отметил глава региона. На усуществление предпринимательской деятельности после защиты проекта на районной комиссии или на уровне муниципального образования в размере 250 тысяч рублей при условии осуществления деятельности индивидуального предпринимательства не меньше трех лет. Таким образом, жителям, чьи доходы ограничены, дается возможность их увеличить и подняться над чертой бедности в приоритете и развитии медицины. По итогам реализации национального проекта продолжительность жизни в республике должна превысить 78 лет. На модернизацию здравоохранения региона, особенно первичного звена, предусмотрели порядка 19 миллиардов. В ближайшие два года будет решена проблема дефицита кадров в больницах муниципалитетов. Мероприятие – это стипендии студентам и ординаторам в размере 3 и 5 тысяч рублей, соответственно, а также выплаты на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг медицинским работникам. Крайне важная задача правительства – снижение смертности от внешних причин. Новой угрозой для общества становятся так называемые снюсы. Эксперты доказали, что количество никотина в одной дозе жевательного табака столько же, как и в трех пачках сигарет. Глава региона отметил, что органы власти должны принимать меры. И директоры школ должны говорить сейчас на родительских собраниях, сейчас вот под Новый год. Здесь добровольно, принудительно мы должны работать, используя разные инструменты, как мы фанфуриками боролись, соответственно, потом все равно мы оказались правы. Нормой жизни должен стать спорт. В рамках национального проекта в муниципалитетах возводят уличные площадки для подготовки к тестам ГТО. Глава региона обозначил задачу продлить работу бассейнов, которые стали более востребованы за последние годы. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика.